Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джамбо Макс, и, мне кажется, пришло время отыгрываться у брата и получить как приз Xbox Series S. Ну, вы уже, наверное, поняли, что он согласился играть на Xbox Series S, но при одном условии, что мы всё-таки будем играть в UFC 4. Я, в принципе, согласился, потому что мне нечего терять, и я всё равно, как бы, хотел купить Xbox Series S, но будет прикольно, если в этот раз выигрую я и, так скажем, не вложу в Xbox Series S ни копейки. Как всегда, перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал, пиши в комментариях, за кого будешь сегодня болеть. Но, прежде чем мы начнём, хочу сказать огромное спасибо компании MyPoof за предоставление вот таких вот бескаркасных кресел. Сейчас я немножечко о них расскажу. Нам подарили вот такие вот два кресла, кто-то их называет пуфиками. Кресла качественно шитое, имеют очень приятную ткань, насколько я знаю, это мебельная ткань, такая, знаете, мягонькая прям. Сами кресла довольно-таки лёгкие, мягкие, в комплекте идёт вот такая вот подушечка, которая добавляет комфорт. Если что, её можно убрать, ну а также есть такие вот карманы, в которые можно положить геймпад, ну или чипсики. Кресла очень удобны, поскольку они трансформируются под вашу спину, ну а также вы сможете это всё отрегулировать путём распределения наполнителя. И за счёт этого вы можете сидеть на нём так, вот так, вот так, да и вот так, впрочем, как угодно вообще. На мой взгляд, вот данные кресла это офигенное решение для больших комнат, когда диван далеко от телека, просто взял данное кресло, поближе к телеку, расположился как тебе надо и наслаждаешься любимыми играми. Также я считаю, что такие вот кресла это отличный подарок кому-либо, хоть взрослым, хоть детям. Если что, ассортимент кресел, пуфиков, их виды, цвета можете посмотреть на их сайте, ссылочку на него я оставлю в описании. Если что, у них, кстати, большой выбор рассветок, кресел, ну а также материалы, из которых изготавливаются вот такие вот кресла. Данные кресла, кстати, понравились всей моей семье, поэтому переходи по ссылке в описании, выбирай что-то под себя и давайте начнём. Илюха! Ты где? Здорово. Здорово, были! Что, ты готов? Да. Фейс-то-фейс будем делать? Будем. Погнали. Что, фейс-то-фейс? Да, фейс-то-фейс. Ты что, пришла? Иди, ты фейс-то-фейс, глаз на глаз. Готов? Расскажи свои ощущения о Клоечке. Всем же интересно? Нет. Начну с эксклюзивов. Эксклюзивы намного лучше. Ну, не намного, конечно, но более мне бы понравились. Это сугубо моё личное мнение. The Last of Us, DSG, ну, по сравнению, не превосходят все игры от Xbox'а сразу. Не, ну, а, например, есть ли какая-нибудь игроха, которая лучше гири? Ну, гиря выходит чисто за счёт ещё и онлайна. Онлайн-то всё-таки намного живее, нежели в играх на плойке, хотя я не играл, ну, как-то никогда. На плойке в мультиплеерный режим практически никто и не играет, на самом деле. Тем более, ещё минус эксклюзива в плойке в том, что в компанию нельзя играть, например, вдвоём. Ну да, там есть только символы. В этом Xbox'е лучше. Ну, мне, именно мне нравится просто на плойке игр, ну, не знаю, вот именно эксклюзивы. А этот геймпад то, где лучше на Xbox'е или на плойке? Спорное ощущение. Наверное, всё же удобнее геймпад от Xbox'а, но мне больше нравится размер PlayStation'а у геймпада и вот его вибрация. Когда ты игру включал, то вот демонстрировал. Ну, Playroom, по-моему, как-то так оно. По сравнению с Xbox'ом, это оно небо и не земля. Ну, блин, ну там на экскен вибрации, поэтому... Всё же он имеет подсветку, ещё и разными цветами. Подсветку? Подсветку. Вот это да! Подсветку и сенсор на вот эту панель, я не знаю, как правильно назвать. Она тебя бесит. Она классная штука, на самом деле, это удобно. Но, играя в Days Gone, допустим, катаясь на мотоцикле, просто случайно задел, карта открылась в Б. Карта открылась в Б. Карта открылась в Б. Карта открылась в Б. Ну, это да, есть доля фигни. Как ты думаешь, кто сегодня победит? Я. Почему? Ну, потому что я всегда тебя побеждаю, практически. Ну, в тот раз мне просто на самом деле не повезло. Просто вот этот прошёл в голову и всё. Нет! Нет! Иди нахрен! Наверное, да, я пачка бы тоже слил, но в голову прошёл зачётный. Настя, а ты думаешь, кто выиграет сегодня? Я. Почему? Потому что я в вас... Ааааа, всё понятно. Надо, кто не играет, и ты можешь проиграть. Иди работай, всё. Тут, видишь, мужики разбираются. На самом деле, в этот раз мне будет не так обидно проиграть, поскольку я всё равно хотел купить Xbox Series. Да, она будет стоять в комнате люхи, но для контента, для сравнения каких-то игр в любом случае не помешает. Мне хочется посмотреть, понять, какова разница глобально, а не глобально по сравнению с Xbox Series X. Да и, в принципе, мы с тобой и в радуге в GTA-шку сыграли. Кстати, пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы там записывали контент по GTA-шке или по каким-нибудь кооперативным играм. Если за меня кто-то... Как называется? Болеет. Болеет. То пишите красный, за него зелёный. Комментарии. Погнали! Вырублю в первом или втором раунде, 100%. Я ставлю на то, что либо я побеждаю по очкам, либо вырубаю в первом или в третьем. Второй никто никого не вырубит, чисто там будет такой разменчик малёха. Либо первый, либо третий. Мне главное в голову не пропустить и всё, а так-то я ботёк здесь. Прикольно, если бы в будущем потом сделали бы костюмы для UFC и типа на какие-нибудь точки просто вибрации давало бы. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Всё, я не пижу, я не пижу. Я заговорился. Я вообще нормально там... Я вот не понимаю, почему такой гиперактивный? Я? Да. Так, ну пока в принципе ничего неинтересного, просто бойцы меняются ударами. Макгрегор, конечно, попадает больше, это спора нет, но Гейджи сейчас наверстает во втором раунде, он полностью заберёт второй раунд. А может и в первом даже вырубит. Это Гейджи. Повезло тебе, знатно. Не повезло. Ладно, я думаю, что я тебя не уничтожу пока. Он мне, кстати, по-братски спасибо за то, что меня добил. Если бы мы были на стриме, я бы сказал, это, кладём джамбу спать. Все его начали писать, кладём. И я такой, оп, оп, я не понимаю, почему он такой быстрый. Скорость, тренировки, тренер, желание, мотивация. Разы тренировок-то не было. Видите, он тупо работает первым номером, это что такое? Это не Макгрегор. А, все, раунд прошел, раунд прошел. Я проиграл у него. Это у тебя он фингал, смотри. Если я проиграл, у тебя в жизни такой же будет. Он может. Так, по-второму... Он ляжет. Нет. Спать. Нет, я тихо, я тихо буду это... Работать. Потихонечку, потихонечку, по тактике. Потому что я лечу, блин, вот-вот. Вкинул, вкинул, оп, вкинул, отошел. Давай, что-то, оп. Раз, два. Раз, два. Вот, видишь, двоечка всегда проходит, на самом деле. Я боюсь бить ногами, потому что у Макгрегора ноги побыстрее будут. И, типа, я могу опять просто получить. И корпус я вообще никак не блокирую, потому что я не успею, и вдруг я плечу в голову, опять. Они же сначала бросают, по-моему, колено, и все. Ну, можно все-таки в третий даже спать. Ага. Блин, ну тогда Сафт не сыграет. Мы в танце кружимся, ага. И мы с тобой подружимся, ага. Нормально, нормально, живем. Отдыхаем, отдыхаем, двигаемся. Бах с ноги, бах со второй ноги. Работаем, работаем, да? Аперпотик прилетит попозже. У меня, кстати, апперпоты вообще не проходят, а вот боковые вообще норм идут. Ой-ой-ой, потанцевал, потанцевал. Давай, что-то. Все, я понял твою тактику, сейчас я тебя поймаю. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Давай, давай, я русский. Там, ну, все, я же тебя не вырубил. Там был на блоке. Третий, третий. Здесь точно Джамбу отправляем спать. Нет. Пожелайте ему спокойной ночи, чтобы Мэксбокс приснился. Я тебя отправлю спать, я чую, я чую это. Меня чуйка никогда не подводит. О, вот, вот она, вот она чуйка, я тебя базарю. Вот она, вот она. Да, я прям плыву конкретно, конечно. Я прям подводная лодка. Ой-ой-ой, было опасно, было опасно, но... Ой, ты видел, как я тебя нормально закомбил? Так, я тоже плыву, опасно. Что по-моему за рукой было? Ты чуть не сломал. Давай есть, бей, куда входишь. Давай в голову. Ну, поймал, поймал. Ой, ну все, я не знаю. Да почему все время выскакивают эти подсказки? Сейчас я тебе... На, получил, да? Давай, гуляй. Не, Люх, ты уже... Капец, как плывешь. Ну, это все, братан. Не-не-не, гуляем, гуляем. Чуть им осталось. Две минуты, я думал, он не продержится вообще. Продержусь. Нет. Не думаю, что ты настоящий Макгрегор. Потому это, потому что боковушить... Да все, чел. Все. Иди, это, разбивай копилку. Там, я не знаю. Короче, готовь баблишко. Все, это уже избиение, на самом деле. Нет. Ну, все. На. Ну, как ты тут все делаешь? Опять идут. Господи, как она на меня заглебала. Все, мы не боремся, мы не боремся. Надо было такую же тактику брать. Такую. Просто защищаться. В смысле, я... Подписчики хотят мясо. Давай мясо! Давай мясо! Мясо! На, тупо! Тупо! Покупай эску! Смотри, как я держусь. Держишься. Ты уже еле-еле держишься. Давай, я все, я тебе, это, иди молиться. Тебя спасет, наверное, только какой-нибудь коронный в голову, но не факт. Потому что у меня выносливость нормально, у меня голова нормально. Я блог отпустил и вернулся, да. Надо было до конца продержаться, может быть, по очкам я бы и выбил. Ставочка, стапочка. Что ты чувствуешь, когда ты проиграл? Ты ничего, эскусерно моей будет. Ну, как, она будет стоять в твоей комнате, но если вдруг, по каким-то причинам, сказочным причинам, ее надо будет продать, а я продам ее первый. Смотри, на, тупо. Неинтересно, неинтересно. Макгрегор просто потерпел поражение. Какие эмоции ты испытываешь, когда вот ты проиграл? Да никаких. Тупо эмоций нет. Бывает. Чем не везет. 26999 отправляется за покупку Xbox Series S. Кстати, мы без понятия, когда ее купим, потому что сейчас в магазинах ее попросту нет. Поэтому у тебя есть шанс разбить копилку, там, что-нибудь еще сделать. Ну, на этом, в принципе, все. Если вам понравился видосик, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение об этом бое. Также напишите о ваших предложениях. Может быть, нам сыграть в какую-нибудь другую игру на какое-нибудь другое желание. Тоже об этом напишите. И что-нибудь у тебя есть сказать напоследок? Пока. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Русские идут домой. Эх, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok